Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Зайцева. Сегодня главная тема выпуска. Садко под открытым небом. В Серпухове прошла русская опера у стен монастыря. Написали диктант победы. Более полутора тысяч серпуховичей приняли участие в международной акции. Мы против террора. В Серпухове почтили память жертв в Беслане. Новые меры поддержки для предприятия, обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах, благоустройство территорий до наступления морозов. Эти темы Андрей Воробьев обсудил сегодня на еженедельном совещании с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов. Бизнес в Подмосковье может получить субсидии на развитие инфраструктуры. Работа по поддержке предпринимателей ведется по четырем направлениям. Поддержка импортозамещения, системообразующие предприятия, помощь малому бизнесу, запуск новых мер поддержки. Коротко по импортозамещению. В этом году у нас должно быть реализовано 21 проект. Пять проектов практически уже запущены. Они уже начали производить ту продукцию, которую хотели. Если сказать, какая динамика за последний месяц у нас по мерам поддержки для проектов импортозамещения. Что касается льготных займов Фонда развития промышленности. Из 38 компаний, которые подаются на эти займы, уже 22, это практически 8 миллиардов рублей, 22 компании либо уже получили физически льготные средства, либо уже кредит одобрен, они его скоро получат. А также очень важная мера поддержки, которую наш инвестор говорил, это земля за рубль. На сегодняшний момент это уже 28 договоров или 24 проекта, динамика за месяц, плюс 14 компаний. Особое внимание уделяется новым мерам поддержки бизнеса. С 1 сентября вступили в силу еще три программы. Субсидии на создание инженерной инфраструктуры, размер от 80 до 200 миллионов рублей. Субсидии на приобретение нового оборудования, размер до 10 миллионов рублей. Сюда входит не только модернизация, но и расширение предприятия. Данные субсидии предназначены только для промышленных предприятий. Их размер будет зависеть от количества мест и объем инвестиций. Подача заявки происходит только в электронном виде. Грант на компенсацию процента по кредитам на пополнение оборотных средств. Регион субсидирует до 90% от размера процентной ставки по договору, либо не менее ключевой ставки Центробанка. Тема благоустройства муниципалитетов остается насущной. Администрация Серпухова оперативно реагирует на жалобы жителей. Серпухов хочу главу похвалить на самом деле. Там действительно, с учетом того, что пересмотрели схему санитарной очистки, вот такие у нас ситуации еще бывают, но очень оперативно. Сейчас МБУ работает, и мы видим, что у нас в течение суток все закрывается. В целом, понятно, сейчас пик пройден, я думаю, с учетом окончания мероприятия. Наши рекоператоры, в принципе, тему выдержат. Перед началом отопительного сезона обсудили вопрос обеспечения газовой безопасности. В Московской области из 54 тысяч домов 40 тысяч домов газифицированы. Это 2 миллиона квартир. Это самый высокий показатель в Российской Федерации. В Серпухове почти полторы тысячи многоквартирных домов. Из них газифицировано 1317. Ремонт и обслуживание газового оборудования осуществляет 7 компаний. Датчики загазованности установлены в 1754 квартирах. Они позволяют моментально уловить утечку газа и подать сигнал. Жители могут самостоятельно обратиться в специализированную организацию и установить в своей квартире прибор, обеспечив безопасность себе и соседям. Подробную информацию можно найти на сайте администрации муниципалитета. Опера под открытым небом. В Серпухове прошел фестиваль русской оперы у стен монастыря. Спектакль «Садко» для многотысячного зрительного зала показал Московский музыкальный театр Геликонопера. Взгляды зрительного зала прикованы к оркестру. Живая музыка у подножия Успенской церкви погружает Серпуховичей в историческую атмосферу. Удивительное путешествие новгородского гуслера. Так начинается фестиваль русской оперы у стен монастыря от Московского музыкального театра Геликонопера. Грандиозный музыкальный проект проходит в Серпухове в пятый раз. В этом году показали «Садко». Садко – молодой гусляр из Великого Новгорода. Он беден, горд и самолюбив. Все, что у него есть – это гусли. Выступлениями на перах герой зарабатывает себе на жизнь. Но поет «Садко» о своих мечтах. Герой достаточно романтический, на мой взгляд. Человек, который мечтает, который хочет увидеть что-то новое, показать кому-то что-то новое. Но ему никто особо не верит, никто его не поддерживает. Поэтому сталкивается с определенными трудностями в жизни, как и все мы. На берегу Ильмень озера игра на гуслях привлекает дочерей морского царя. Младшая сестер царевна Волхова рассказывает «Садко» ее суженый. Она помогает ему добиться заветной мечты. Я дочка морского царя. И вот «Садко» главный герой влюбляется в нее. И в итоге погружается. Он тонет, погружается на дно. Там мы играем свадьбу. Но он женат. На земле он женат. Поэтому у меня нет выхода. И царевна Волхова превращается в речку. Это такая красивая легенда, как появилась река Волхова. Детей «Садко» играют юные артисты серпуховских театральных кружков. Для них выход на такую большую сцену – незабываемый опыт. Я выступал первый раз и очень волновался. Подводный мир, заморские страны, берег Ильмень озера, древний Новгород. Видеопроекции и декорации театра «Геликон опера». Зрители расположились в портере импровизированной площадки. Кто-то смог подняться повыше в гору. Уже второй раз мы смотрим ее, ну, оперы в этом месте. Прошлый год был на Евгении Анигине. Он учится в музыкальной школе, поэтому его интересует музыка. Ему нравится слушать оперы. Очень нравится. Мы первые на таком мероприятии, на свежем воздухе, возле храма. Да, действительно, необыкновенная энергетика. Так все красиво, так все талантливо исполняют. С прошлого года нам сказали, что места занимают на такое необыкновенное действие заранее. Но у нас не было за два часа времени прийти. И они сказали, если вы заранее не придете и не займете места, пожалуйста, из дома прихватите что-нибудь. И у нас оказались дома пуфики. Спектакль «Садко» в постановке Дмитрия Бертмана покорил многих зрителей. Особенно оценили режиссуру и актерское мастерство. Для нас очень приятно выступать в городе Серпухов, поскольку мы уже здесь не первый раз. И для каждого артиста, который вступает на эту землю, для него это особое место. Здесь особые храмы, здесь особая энергетика. Поблагодарили руководство театра за организацию, а Сепуховичей за проявленный интерес к опере, глава Серпухова Сергей Никитенко и архиепископ Подольский-Рюберецкий Аксий. Мне бы хотелось бы отметить, что в этом году только два городских округа Московской области были удостоены такого права и чести его проведения. По моему мнению, что определяющим значением в выборе места проведения мероприятия является славная многовековая история нашего прекрасного Серпухова. Сюжетная линия, которая представлена в этой опере, она дает задуматься над самым важным, над семейными ценностями, на то, что главнее в жизни наша с вами задача – услышать, какой голос правильный, как правильным образом выстраивать отношения. Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» – уникальный проект Подмосковья. Свыше полутора тысяч серпуховичей приняли участие в международной акции «Диктант Победы». Патриотическое мероприятие «Единая Россия» проходило очно на 33 площадках городского округа и параллельно в режиме онлайн. Участие мероприятия принял и глава городского округа Сергей Никитенко. 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны. На диктант дано было всего 45 минут. В акции приняли участие глава Серпухова Сергей Никитенко, сотрудники администрации, депутаты, партийцы и сторонники «Единой России», беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, члены Серпуховского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», учащиеся образовательных учреждений и активисты округа. Анастасия Сычева переехала в Серпухов в 2015 году из Донецка. Диктант писала впервые, готовилась заранее. Я сначала сама не знала. Мне только мама вчера сказала, что меня сюда записала. Я вчера лазила по сайтам, готовилась, просматривала истории, завучила, даже ночью сидела, учила. Восстановить в памяти какие-то даты Великой Отечественной войны, пополнить знания новыми деталями не лишне никому, даже директору школы. Готовлюсь, хотя при всём при том, что изучал историю и в школе, и в институте. У меня необыкновенные преподаватели были. Очень значимая страница истории нашей страны. Мне всегда очень хочется вот как-то прикоснуться к этому. Я советую всем. Есть и уверенные в своих знаниях, кто считает, что диктант – это возможность лишний раз поблагодарить павших, тех, кто добывал победу для страны и мира. Акция проходит в рамках партийного проекта «Историческая память». Диктант посвящен окончанию Второй мировой войны, поэтому таким образом мы можем почтить память наших предков погибших. Почти не готовился, то есть это уже второй год спонтанно проверить себя. Организаторы позаботились и о детях, которые пришли на диктант вместе с родителями. В соседнем помещении работала игровая комната. Кто-то из участников успевал справиться с заданием быстрее. Я уже несколько раз принял участие, поэтому мне просто интересно все эти вопросы, которые здесь в диктанте, и они все разные. На мой взгляд, сегодняшний диктант был очень сложный. И думаю, что ребята у нас немножко потели, наверное, чтобы ответить на некоторые вопросы. Если даже на какие-то вопросы не ответили, они потом посмотрят и узнают историю нашу. Историю нашу надо любить, любить нашу Родину. Я поняла то, что диктант для меня был сложный, и мне стоит немножко расширить свои знания в области истории Великой Отечественной войны. Я всем советую поучаствовать в диктанте победы. Это очень интересно и познавательно. Результаты теста участники акции могут посмотреть на официальном сайте мероприятия. В этом году участие в диктанте победы приняло 1678 жителей городского округа. Прошли боевую подготовку, как будущие защитники Отечества из центра Маргеловец отработали тактику и стратегию в тылу врага во время военно-полевого выхода. Смотрите прямо сейчас. Товарищ глава городского округа, Серпуховский военно-спортивный центр Маргеловец. Количество 25 человек для случаях занятий построен. Руководитель центра гвардии, старший занятий, запас и оболонка. Здравствуйте, товарищи курсанты. Здравия желаю, товарищи глава городского округа. Внимание, на рубеж. Противник слева, противник справа огонь. Исходное положение в тылу врага разведка центра Маргеловец сработало оперативно. Здорово, честно говоря, смотрю на организацию, на тот процесс обучающий, который в вашем клубе выстроен. Это все максимально, насколько это возможно, для детей такого сопреближено к реальным условиям армейской службы, подготовки. В строю маргеловцев и отважные девушки. Среди них Лилия Хружевская в клубе 5 лет. За это время обучилась профессии военного. Нас научили многому стрелять. У нас также проводятся спуски, прыжки с парашютом, десантирование из вертолета по веревкам. Меня это всегда интересовала, военная подготовка. Я хочу связать свою жизнь именно с военной темой. Благодаря, наверное, папе. Вот вижу мужчин, которые защищают наше отечество. И вот прям гордость берет. Хочется вот тоже. А это самая маленькая воспитанница клуба. Училась метать осколочные гранаты. Кира Багирова пошла в этом году в первые классы. С гордостью заявила в школе. Она одна из маргеловцев. Мой брат уже ходит три года, а я только год. Тут ходят в походы, спускаются с парашютов, там занимаются. Будущих защитников отечества маргеловец готовят почти 10 лет. Из 10 выпускников этого года 6 ребят поступили в высшие военные заведения. Три девушки проходят службу в ФСБ России. Клуб активно развивается. Армейские подготовки в центре обучают почти 50 воспитанников. Огромную благодарность хотелось бы выразить главе городского округа Сергея Николаевича Никитенко за его помощь в работе и развитии нашего военно-спортивного центра. Оказал помощь по устранению определенных проблем, которые у нас были в тире и спортивном зале. Во время военно-полевого выхода маргеловцы отрабатывают технику прицельной стрельбы, тактических военных действий, развивают навыки стратегического мышления и работы в команде. Улучшение своих каких-то физических качеств, улучшение психического состояния. То есть ты становишься более устойчив, ты перестаешь смотреть на какие-то преграды, пытаешься их преодолеть. За два года преодолевать преграды научился и 9-летний отважный Тимур Шерембетов. У юного маргеловца за плечами 6 спусков с вертолета. Я решил пойти по стопам моего брата и сестры. Я хочу стать, как мой брат и сестра, смелыми и отважными. Они вот начали ходить, а я просто решил один раз сюда прийти и посмотреть, как здесь, что им не понравилось. Я хочу стать военным, потому что это почетно и для настоящих мужчин. На день города, 17 сентября, маргеловцы будут оттачивать навыки мастерства по высотной подготовке. Свеча памяти. В Серпаховой почтили память жертв трагедии в Беслане. 3 сентября к мемориалу «Черный телепан» пришли десятки неравнодушных жителей. Как прошла акция, которую организовал Молодежный совет при главе городского округа, расскажем далее. Свечи горят в память жертв теракта в школе Беслана и в честь героев Альфы и Вымпела. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников, отказывая людям в воде удовлетворение минимальных потребностей. Штурм школы в Северной Осетии произошел 3 сентября 2004 года. С 2005 года эта дата считается в России днем солидарности в борьбе с терроризмом. Для меня важно прийти на акцию «Сучу память», чтобы показать то, что я помню, то, что рассказать, что такое происходит, молодежи может быть. Мне кажется, для каждого из нас это очень важно, потому что это страшно. Вспоминать Беслан до 1-3 сентября 2004 года мы до сих пор помним, что самое дорогое для нас это дети. И когда был захват школы, наверное, в памяти это у каждого в сердце. Это страшно. В результате теракта погибли 334 человека. 186 из них дети. Наш земляк, майор Вымпела Роман Катасонов, получил смертельные ранения, прикрывая сотрудников спецназа и скончался на месте. Это очень больно. В душе все осталось. И сколько родителей мне рассказывали, все равно пришли вот так. Мне родители рассказывали то, что в Беслане произошла такая трагедия. И я решил прийти сегодня в этот день сюда и поддержать, к сожалению, родителей, у которых погибли дети, родственники. Эти свечки символизируют память о детях, которые погибли в Беслане. Пока мы помним, мы знаем, что это плохо. Наша молодежь знает, что это страшно, что это плохо. И наверняка поднимется против террористов, против таких людей, которые не хотят жить мирно, не дают мирно жить. Беслан скорбим. Эти слова выложили свечами участники акции. Они созвучны с воспоминаниями каждого из нас. Рядом со свечками появились и игрушки для детей, которые так и не вернулись тогда домой из школы Беслана. Мы против террора. В 17-й школе сегодня почтили память жертв трагедии в Беслане. Как прошла акция, приуроченная ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом, расскажет моя коллега Мариана Гермек. Терроризм – величайшее зло. Ему нет и не может быть оправдания. Разговор со школьниками начался с этих слов. О трагедии в Беслане должен знать и помнить каждый. Так считают организаторы акции. В начале акции мы рассказали детям о событиях Беслана. Наши добровольцы отряда «Это просто школьного» рассказали ребятам об этих событиях и попросили их на листах написать слово «нет». Что мы все присоединяемся к этому лозунгу «Вместе против террора». Как написал Роберт Рождественский, что это важно не мертвым, это важно живым. Во дворе школы дети выстроились в слово «нет» и отдали таким образом дань памяти погибшим в теракте в 2004 году. Трагедия в Беслане унесла жизни более 300 человек, в основном женщин и детей. С 1 сентября по 3 сентября. В физкультурном зале заминировали потолок и никто не мог не двигаться, не ходить в туалет, не было воды, еды и так далее. Мне просто очень жалко детей, взрослых, которые погибли в этом теракте, наших военных, нашего серпуховича, который погиб. Мы сегодня проводили уроки, посвященные событию, произошедшему в Беслане, той трагедии. Мы рассказывали ребятам о том, как это было и насколько это страшно. Акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организована Досуговым центром «Юность» совместно со школой номер 17. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Наши новости также есть на сайте телекомпании, на сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий и оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. От установщика номер 1 нашего региона студии «Парсек» — это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.